Спасибо комитету, что собрали такую площадку. Я думаю, что это очень важный разговор. Я не удивляюсь, и перед пятым годом, и перед десятым годом общественность никто не удостаивал вниманием от властей. И, наверное, стоит здесь камера, которая все запишет, и они уже не спеша дома внимательно посмотрят, о чем мы здесь все говорили. Заканчивается президентский срок и стабилизационная миссия президента Атамбаева. Кыргызстан, другая сегодня страна, утверждает спичрайтер, советник, сам президент. Такому определению оценку даст последующая жизнь, предстоящие выборы, итоги которых будут задавать основной тренд развития нашей страны на ближайшую перспективу. За пять месяцев до выборов президента на поле курсирует пара-три кандидата. Цели программы претендентов пока не обнародованы. Сейчас с народом работают в темную, хотят понравиться. И надо полагать, кандидаты возьмут народ с полуоборота. Их самые крупные идеи так или иначе все слышали во время последних парламентских выборов. Те, кто уже выдвинулся, люди небезызвестные. Поработали министрами, даже премьер-министрами. Сейчас ряд из них депутаты Джоорг Кенеши. Все ступени они прошли. Были министрами, премьерами. Осталось только стать президентами. Такая вот логика, и народ точно так их и понимает. Куда они поведут народ в следующие шесть лет? Какие программы каждая из них нам сулит? В чем их суть? Отвечают ли они чаяниям людей времени? Это все пока сюрприз. Между тем, в Кыргызстане мы должны двигаться в ногу со всем миром в соответствии с повесткой дня в области устойчивого развития до 2030 года, утвержденной Генеральной Ассамблею ООН осенью 2015 года. В ней обозначены 17 целей и параметров развития. Каждая группа стран в соответствии с их возможностями, каких высот они должны достичь в 2030 году в самых разных областях жизни. В развивающихся странах, как наша, где требуется финансовая и интеллектуальная помощь в разработке такой программы на следующие 15 лет развития, нам помогает международное сообщество во главе с ПРООН. По поручению от Амбаева до июня большая сборная команды разработчиков усиленно готовит национальную стратегию видения будущего страны, в данном случае до 1940 года под названием ТАЗАКОМ, и, как велено, вместе с программой действий и с четким планом ее реализации. Под нее подтянуты все средства международного сообщества. Это грантовый проект. Мы благодарны международному сообществу за нужную, важную финансовую экспертную помощь в подготовке такой долгосрочной стратегической программы для страны. Здесь сидят спонсоры наши, доноры. Я хочу, прежде всего, обратиться к ним. Во избежание конфликта интересов, когда мы вступаем в предвыборную пору, хотелось бы ясности и определенности в назначении использования этого документа. Он не должен стать предвыборной платформой кандидата от провластной партии. Это должен быть общенациональный документ, над реализацией которого будут работать будущий президент, правительство, парламент и народ Кыргызстана. Он должен быть до выборов еще представлен для широкого рассмотрения и обсуждения. И в силу его всесторонности и основательности он станет основой и ориентиром для предвыборных идей платформ всех кандидатов, которые выходят на выборы. Я уверена, что так понимают назначение использования средств международного сообщества все доноры, работающие в стране. По всем международным канонам они не могут и не должны работать в интересах только одной стороны. В этом вопросе мы хотим четко сегодня определиться и внести ясность на берегу. Наступающие выборы для народа и страны очень важны. Избранный президент вместе с нынешним и новым от 2020 года рождения парламентом должны дальше укреплять основы государственности, новые формы управления, чьи преимущества еще пока не раскрылись в полной мере. В молодой парламентской стране есть три ведущие властные позиции. Все мы знаем, президент, который благо не избирается пока парламентом, но всенародно, у него достаточно сильные позиции. Но с тобой, Атимир Лан, не согласна, что он и дальше будет определять все на свете. У него меньше прав, чем в президентской стране. Глава правительства от имени парламентского большинства, особенно последние поправки в Конституцию укрепили его еще более. У правительства основной мандат на управление страной, повседневность жизни, экономическое, социальное развитие страны в руках премьера. Хочешь и можешь, делай премьер из страны игрушку. И глава парламента, чья роль еще нами недооценена, так как еще не раскрылся сам парламент, он не стал еще центром политических процессов принятия жизненно важных решений для страны. Наш выбор парламентского пути развития, на мой взгляд, стократно оправдан. Мы сегодня стоим на уровне фундамента государственного строительства. И у нас наверху не один человек, а два сильных, способных, талантливых человека должно быть. Мы, хотя и прошли четверть века, но дел у нас очень много. Очень много дел в экономике, кормить, учить, лечить народ, создавать рабочие места. Всем этим занимается премьер-министр. Президент же, как глава государства, олицетворяя единство народа и государственной власти, имеет свой мандат. Он отвечает за внешнюю политику государства. Как глава Совбеза и прямой куратор вооруженных сил и сил безопасности, он отвечает за безопасность граждан и государства, реформы в этих областях. И прямая ответственность президента – это реформа судебной системы. Без этого мы поняли, что нам никуда нет пути. Если сравнить с развитыми странами, независимые суды столетиями там работают, вне зависимости от центральной власти. У тех государств, как и у их президентов, голова не болит по этому поводу. Это самостоятельный, саморегулирующийся уже механизм. А у нас много еще здесь работы. Без независимых судов, и это аксиома, движения страны нельзя ожидать. Я считаю, это и есть насущные, срочные, высокоприоритетные задачи, над которыми должен работать будущий президент. Давайте определим круг ответственности и задачи, которым по итогам шести лет надо спросить из президента за доверие от народа, за выполнение обязательств. Не надо президенту натягивать на себя задачи премьера. В этом у нас есть преимущество наверху не один, а два человека, кто должен тянуть государственные вожжи, добиваться результата. Те, кто идут в президенты сегодня, они готовы сделать значительные подвижки, двинуть вперед реформу в судах, очистить их от скверны, набрать чистые кадры, создать дорожную карту реформы судебных органов, безопасный квартал, город, безопасная страна. Будем ли мы в таком измерении жить? Готов ли будущий президент полностью деполитизировать правоохранительные органы и суды, вывести их за пределы политических страстей, исключить их использование для подавления политических оппонентов, для решения групповых, личных интересов власть придержащих? Есть сложный клубок межнациональных отношений, особенно на юге. Мы, даже не забывать, мы посттравматическая страна, и много надо еще работать над рубцеванием ран 10-го года. Вот пусть премьер-министр займется нашей повседневной жизнью, а президент решает эти важнейшие стратегические задачи государства, определяет, корректирует пути движения, заглядывает намного вперед, зовет народ, делает глубокие анализы, выступает перед народом, хотя бы раз в году, что сделано, какие задачи стоят. Вот ставить правильные задачи, не сбивать народ с толку, четко нацелить на решение этих задач, я считаю, это и есть миссия лидера. Возьмите, например, вопрос бедности. У нас говорят, что мы ее уже преодолели. Из уст ни одного из наших руководителей я не слышу слова «бедность» вообще. А по итогам выполнения стратегической программы развития 13-17, получается, мы нисколько не сдвинулись в решении этой проблемы. План был в течение этих лет сократить бедность до 20%, а мы в 13-м году были 37%, сегодня 32% бедности населения живут в бедности. Если треть населения живет на уровне бедности, 5% при этом крайне бедных, около миллиона людей живут в маятниковой миграции, и без сомнения из-за безработицы, из-за бедности, то почему мы не называем больше себя бедными? Таким путем, не нацеливая людей на решение проблем, разве мы можем преодолеть бедность, создать новые рабочие места? В Китае за последние десятилетия они сократили бедность на 450 миллионов людей. Компартия Китая нацеливает все регионы на преодоление бедности у оставшихся 60 миллионов. Такую острую, важную задачу, называя вещи своими именами, президент второй в мире державы Си Цзиньпинь, ставит в своих речах с момента своего прихода, «Почитайте книгу «Управление государством», которая есть у всех на руках». И постановкой только таких четких задач, нацеливания на ее решение всех руководителей, наш сосед добился уровня ВВП 8 тысяч долларов на душу населения. Уважаемые участники этого форума, я недавно была в АЮСА Юзгенского района. О цифрах этой трагедии мы наслышаны, и поскольку здесь много журналистов, хочу обратиться и к вам. Но надо видеть эту бедность людей, кто живут в эти прохладные весенние дни в сырости, в палатках у ВКБО, в ожидании трансформации земли, наделения их чеками, в горе и под стрессом потерь близких, страхом все еще движущейся кругом в горах массы земляного вала. У этих людей нет другого заработка, кроме скота. Они пасут скот, этим кормятся, и так они живут все эти годы в горах. В эти дни им нужны не порицания, а теплые слова, сочувствие, материальная помощь. Там вы не увидите новое домостроение. Говорят, много людей в миграции, но, видать, еще не заработали. Если бы только это место. В Узгене серьезная ситуация с оползнями в других местах, в Сузахском, Базархургонском, Харакульджинском районе. Повсюду признаки опасного, непредсказуемого движения земляной массы. Плюс землетрясения в Чуланай, пограничных районах Бакенской области. Юг страны превратился в зону бедствия этой весной. Премьер-министр, министры челночат по всем этим точкам бед. Речь идет о переселении десятков тысяч людей на безопасные участки. Скорейшем выделении чеков, выдаче всем переселенцам суд, строительстве домов до наступления зимы. Здесь нужна активная информационная работа в столице, подъем всех соотечественников в стране и за рубежом, активная мобилизация помощи людям на юге страны. Уважаемые участники этой конференции, сегодня ситуация складывается так же, как и раньше. Кандидаты в президенты, те, кто не поддерживает президента Атамбаева, находятся под угрозой политического преследования. Некоторые уже сидят. По другим возбуждают уголовные дела. Арестуют по недостаточным или сфабрикованным основаниям. Здесь очевидна избирательность преследования арестов. Тех чиновников информация о преступной деятельности, которых получила широкий резонанс в обществе, не арестовы. О судебном искам от имени генпрокурора против журналистов и из Тании, осмелившись задеть достоинство и честь президента, мы уже потеряли счет. Проблема политика в Кыргызстане в том, что все живут лишь одним президентским или парламентским сроком, не пытаясь обеспечить себе долговременное присутствие в легальном политическом поле управления. Это ведет к политической безответственности, узурпации власти, радикальному противостоянию, политическому преследованию сперва оппозиции, а после утери власти к политическому преследованию самой власти. Все время получается замкнутый цикл, который не развивается по спирали. С каждой сменой власти мы получаем тот же формат, ту же конфигурацию госуправления со всеми характерными признаками и последовательностью одних и тех же ошибок, которые приводят к узурпации власти, одними и к свержению этой власти другими. Я предлагаю всем осознать совокупную ответственность политической элиты за эффективность госуправления и единства нации, осознать все эти сбои политического процесса, выйти на выборы не врагами, а конкурентами. В нашем национальном опыте мы прошли тяжелые моменты. На выборы 2010 года вышли все, и белые, и красные люди, стоявшие по две стороны огня. Мы осознанно допустили к парламентским, а затем и к президентским выборам все политические партии силы, не отлучая вчерашних соратников Акаева и Бакиева. Вытеснив политических оппонентов из легального политического поля, мы бы создали предпосылки для нелегитимной борьбы за власть и доступа к управлению государством. И надо сказать, что кадры Акаева и Бакиева успешно интегрировались в управленческую команду Атамбаева, среди которой молодая элита претендует на власть в результате президентских выборов. Я поддерживаю сегодняшний разговор, призываю всех к политическому диалогу, выработке общих принципов выборной борьбы во имя избрания легитимного всенародно признаваемого президента, признание итогов всеми кандидатами и всем электоратам во имя сохранения стабильности государства. Все кандидаты, все политические силы должны принять честные правила организации участия в проведении выборов президента, и в этом должна быть заинтересована как власть, так и кандидат от СДПК. Как для власти, так и для общества сегодня важен вопрос доверия к избирательной системе, к процедурам голосования и подведению итогов. Надо этим заняться вплотную и ЦИКу, и всем соответствующим органам. Днем и ночью без устали объяснять людям все до мелочей, показывать всю технологию. Если будет доверие, будет и легитимность выборов. Только так уходящая власть обеспечит себе гарантии, что не будет политически преследоваться своими оппонентами после передачи власти и обеспечит себе возможность легального присутствия на новой политической карте, равной участии в госуправлении. Спасибо.